И еще один момент по вот этим фигурам. Здесь важно показать ребенку, что вот уже знакомая ему фигура Дили, и в ней одна из восьмых заменяется на 2 шестнадцатых. То есть мы начинаем уже здесь постоянно напоминать ему, что 1 восьмая и 2 шестнадцатые – это равные величины, чтобы он привыкал, потому что мы будем и дальше постоянно к этому возвращаться. Здесь мы заменяем вторую восьмую на 2 шестнадцатые, а в этой фигуре первую восьмую заменяем на 2 шестнадцатые. Если ученик уже умеет совмещать ритмические фигуры, можно прямо ему показать. Вот, например, левая рука играет Ди-Ли-Ди-Ли, а правая, например, Ди-Та-Ка-Ди-Та-Ка. Или, например, он может стучать вот так Ди-Ли-Ди-Ли, а учитель, например, в это же время Ди-Та-Ка-Ди-Та-Ка. И потом наоборот. Ну, какие-то вот такие упражнения. Или, например, предложить ему вот такую последовательность поиграть. Ди-Ли-Ди-Ли, а затем Ди-Та-Ка. То есть в первом случае Ди-Ли, а потом Ди-Та-Ка. И снова Ди-Ли-Ди-Та-Ка. Это уже дополнительные упражнения, но тоже очень полезны для понимания, для постепенного вхождения во все эти математические, небольшие, но очень важные тонкости. Ди-Ли-Ди-Та-Ка.